Что есть таргет? Бывают множество разных видов в таргетированной рекламе. Ты упомянула о макете. Что такое макет? Как работать как раз вот с этим трафиком? Мы не все знаем о своих близких, а о Фейсбук зачастую все. Как ты принимала решение о том, какой делать креатив? Какие сложности могут быть вообще при работе с таргетом? Нужно учитывать, что в России есть налог НДС на рекламу. Друзья, я стараюсь вас все больше и больше знакомить с классными профессионалами своего дела. Сегодня мы с вами поговорим с таргетологом. Поговорим даже о том, что же такое таргет, если кто-то не знает, как его запускать, чем отличается таргет на Marketplace от таргета, например, на обычные сайты либо в самом Инстаграме. То есть обсудим такие мелкие нюансы, чтобы вы понимали, есть ли смысл использовать таргет. Я немножечко поделюсь и поспрашиваю Елену, Елену ее зовут, да, таргетолога, о том, как она продвигала часть моих товаров, что она делала и какой результат. В любом случае, если вы начинающий, если вы уже что-то знаете, это будет полезно для вашего понимания того, как это выглядит изнутри. И я еще хочу немножечко добавить от себя вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть героем моего интервью? И, например, не обязательно конкретного человека, а, возможно, какую-то профессию. Мне интересно, я уверена, что в моем окружении есть эти люди, и интересно, во-первых, пообщаться с такими людьми и дать вам тот контент, который вас интересует. А давайте вернемся теперь к интервью. Лена, привет! Привет! Первое, с чего мы с тобой начнем, это нужно познакомиться и рассказать о себе. Поэтому скажи, пожалуйста, пару слов, что, кто, зачем, почему, чтобы было понимание, с кем у нас сегодня диалог. Всем привет! Меня зовут Чернышева Елена. Я занимаюсь таргетированной рекламой, занимаюсь уже более четырех лет. Мы с моей небольшой командой сотрудничали с региональными сетями бизнеса, с американским СМ-агентством, с блогерами-миллионниками, с множеством разных товарных и не только бизнесов. Сегодня я постараюсь вам максимально раскрыть тему таргетированной рекламы в Инстаграм на Marketplace и расскажу все, что я за эти четыре года успела собрать об этом. И вот ты уже сказала, что ты занимаешься таргетом. И вот давай начнем вот именно с этого вопроса. Что есть таргет? Потому что для меня это просто какая-то реклама в Инстаграме. Это все, что я знаю. Вот по-простому я всегда привожу такой пример. Когда вы сидите на Ламоде, смотрите какие-то сапоги, или не на Ламоде, на Алиэкспресс. Вот на Алиэкспресс это больше видно. И потом эти сапоги вас везде догоняют, в том числе в Инстаграме. Вот это таргетированная реклама. То есть реклама, которая находит нужного человека и показывает ему нужный товар, нужный баннер, нужную рекламу, так скажем. Бывают множество разных видов таргетированной рекламы. Есть более сложная, вот как я сказала, когда человеку показывается именно та карточка товара, которую он там смотрел до этого. Бывает более простая. Вот в случае с маркетплейсами работает в основном просто простая реклама, когда мы задаем интересы. Например, у нас есть товар, переводные татуировки для детей. Мы ищем в Инстаграме по выборку мам с детьми, например, с девочками, да, с дочками. И показываем этим мамам с дочками наш товар. И ведем уже там, прикрепляем ссылочку, по которой человек может кликнуть, перейти в маркетплейс и заказать его. Слушай, вот у меня тоже дальше вопрос. А Инстаграм знает, ну, кто есть кто? То есть он знает, к какой-то группе меня тоже относит? Наверное, логично. Да, проводили исследования еще в 2020 году. Задавали вопросы супругам людей. И задавали вопросы, ну, не то чтобы задавали, а вычленяли ответы на те же самые вопросы искусственному алгоритму Фейсбука. И вот искусственный алгоритм Фейсбука был на 80% точнее, чем ответы супругов. То есть, да, то есть иногда мы там, мы не знаем, например, что муж интересуется рок-музыкой, пока там по ночам сидит в интернете, а Фейсбук это знает. Или мы не знаем, что он там в WhatsApp что-то пишет, там какое-то слово, да, чем-то интересуется, а Фейсбук это знает. Есть даже прикол такой, когда девушка там берет айфон мужа и говорит там, булгари, 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 или там дайсон, дайсон. Вот это как раз про то же самое. Мы не все знаем о своих близких, а Фейсбук зачастую все. Можно ввести в Google, там, как посмотреть свои интересы на Фейсбуке. Есть страничка определенная на Фейсбуке, можно посмотреть, что Фейсбук о вас знает. Например, у меня вот было кесарево сечение пять лет, четыре с половиной года назад. У меня нет постов на эту тему. Я не сижу там в каких-то мамских пабликах и не обсуждаю это. Но Фейсбук это про меня знает. Ну, видимо, потому что в том числе следит за какими-то словами, триггерами в WhatsApp. Хорошо. Тогда давай дальше. Как работает как раз вот с этим трафиком? Он же... Есть трафик, который ведет куда-то. Как это вообще происходит? Что это? Как с этим работать? Ну вот, насколько Фейсбук умен в том, чтобы определить интересы человека, настолько же он и умен, чтобы определить, какому человеку показать рекламу. Например, что я имею в виду? Когда мы задаем настройки рекламы, мы, вот как я говорила ранее, выбираем, например, там, мам девочек, да? И он показывает рекламу мам девочек. Но при этом он не просто показывает и все. Нет. Искусственный интеллект Фейсбука, он постоянно обучается и постоянно смотрит, какие именно мам девочек чаще будут кликать на ту или иную рекламу. То есть постоянно будет совершенствоваться, так скажем. Еще пример. Например, мы можем выбрать любителей собачек и показывать им рекламный макет с кошечкой. Среди любителей собачек он все равно найдет любителей кошечек, которые будут чаще кликать на этот макет. То есть искусственный интеллект, он настолько всеобъемлющий, и не всегда мы, да, когда задаем вручную настройки, мы там можем до конца точно определить, какую настройку нам выбрать. Зачастую на некоторые товары можно вообще не указывать никакие настройки, просто указывать пол, возраст и гео, чтобы в Казахстане, например, не показываться. А Фейсбук уже сам подберет, какие люди с большей вероятностью будут кликать на тот или иной макет, что он отслеживает постоянно, что ага, вот эти люди кликают, эти не кликают. Вот этим буду показывать, вот этим не буду. Вот Фейсбуку выгодно, чтобы его реклама показывалась результативно, чтобы вы не уходили с этой рекламной площадки на какие-то другие. И считается, что среди всех рекламных площадок и среди всех социальных сетей, что сейчас есть, самый эффективный — это Фейсбук и Инстаграм. Сейчас еще появился ТикТок, который идет по следам, так скажем. Но все равно алгоритм не так хорошо работает и зачастую там выходит дороже. Ты упомянула о макете. Что такое макет? Макет — это как раз вот эта картинка, иногда это видео, то есть вот этот визуал, который будет рекламировать ваш товар. Вот как вы идете по городу, висит баннер, да, что-то рекламирующее, так и вы скроллите Инстаграм, и вам попадается рекламирующий баннер. Это может быть видеобаннер, видеомакет, это может быть просто макет, там картинка, может быть карусель. Очень часто мы используем карусели. Очень важно делать его ярким, чтобы он бросался в глаза. Он не обязательно должен быть каким-то дизайнерским, но должны бросаться в глаза оффер в случае с маркетплейсами. И мы всегда стараемся выделить слово Wildberries. Ну, например, да, сделать вот эти фирменные фиолетовые шарики и подложку из фиолетовых шариков для того, чтобы человек, когда будет скролить ленту, когда он наткнется на рекламу того или иного товара, он увидел, ага, вот эти фиолетовые шарики, слово Wildberries, понял, что, ага, значит, наверное, это продается на Wildberries, и если я сейчас нажму на этот макет, то меня выкинет на Wildberries. Он нажимает и попадает в приложение Wildberries и может заказать. Слушай, вот такой вопрос. Какие сложности могут быть вообще при работе с таргетом? Ну, в каком плане? Вот я не знающий человек. Я ведь чисто теоретически могу запустить рекламу сама, да? Ну, чисто теоретически. Но я, наверное, как-то ее не очень хорошо запущу, не имея определенных знаний. Вот какие могут быть сложности, даже если человек, допустим, ну, ладно, решил сделать это сам, самостоятельно разобраться. То есть, что может он сделать не так, да, не совсем корректно, неправильно, и, следовательно, реклама будет идти, но будет идти, допустим, ну, в пустую. То есть будут тратиться деньги. Да, я поняла вопрос. Есть несколько частых ошибок. Я сейчас постараюсь вспомнить все возможные процессы, что-то еще вспомню. Очень часто Facebook, особенно при настройке через мобильное устройство, рекомендует подобрать аудиторию автоматически. И большинство рекламодателей, они соглашаются на автоматический подбор, потому что там очень красивая формулировка написана, что мы найдем тех, кто уже был похож на ваших покупателей, как-то так. Но алгоритм работает так, что вот эта автоматическая аудитория, это те, кто когда... Это похожие на тех, кто когда-либо взаимодействовал с вашим аккаунтом. Например, если я буду через свой личный аккаунт делать какую-то рекламу, выберу автоматические вот эти аудитории, Facebook начнет искать похожих по моей родне, по Instagram-магазинчикам, которые на меня подписаны, по салонам красоты, и будут показывать таким же похожим. А мне нужны, например, совсем не они. Поэтому вот это автоматический подбор аудитории зачастую как раз работает слегка косячно, потому что мало у кого есть чистая аудитория. У большинства она все-таки там родня, знакомые, кафешки. Раньше вообще Масфол подписывал всех подряд на нас, и получается грязно, дорого. Иногда у некоторых там девушек какие-то люди похожие на арабов вылазят, потому что до этого там на них подписывались арабы, когда она съездила там в Турцию. Поэтому вот эту настройку прям категорично не рекомендую. Еще из, ну не то чтобы ошибок, но из нюансов, нужно учитывать, что в России есть налог НДС на рекламу, 20%. И поэтому, когда мы тратим в рекламе 100 рублей, списывается не 100, а 120. Ну, на самом деле это очень легко решается. Я не буду сейчас рассказывать, как вы это можете погуглить и найти, но решается очень легко. Мы не рекомендуем это решать. Да. И просто нужно это знать и это учитывать, потому что иногда бывает сюрприз, что как так, я потратила 5 тысяч, а списалась там не 5, а 5 плюс 20%, а 6. Ну, как бы, а почему так? Фейсбук меня обманул? Нет, Фейсбук не обманул, он просто списал еще дополнительно 20% НДС. И третий нюанс. Иногда он всплывает, но он как-то нестабильно работает, видимо, потому что сам Wildberries что-то меняет. Иногда, когда мы вставляем ссылку на товар и кликаем потом в рекламе по этой ссылке, иногда приложение Инстаграм выкидывает нас в приложение Wildberries на нужный нам товар, а иногда в браузер. Вот если он выкидывает в браузер, то вероятность, что человек сделает заказ из браузера, ну, минимально, можно сказать, потому что ему надо вводить логин и пароль, заходить заново в каталог, искать, добавлять, но это очень неудобно. Поэтому есть такие сервисы, диплинки называются, они стоят очень недорого, они переделывают ссылку в нужный формат, чтобы человек, когда кликал, он однозначно попал в приложение, а не в браузер. Кстати, мне недавно в комментариях на рекламный твой же макет девушка написала, а как вы поставили диплинк в рекламу? А я сижу такая, думаю, какой-то интересный вопрос. О чем речь? Я вообще не знаю, о чем речь. Думаю, ну, ладно, ладно. Теперь, в принципе, вопрос закрыт. Спасибо, я узнала. Ну, у нас какое-то время работало без диплинка, и какое-то время отлично открывалось и так. Потом Байлбер что-то поменял, перестало открываться, и вот мы поменяли всем ссылки на диплинки. Как-то нестабильно. И есть некоторые устройства, на которых всегда открывают. Вот у меня iPhone 12, да, у меня бывает то открывает, то не открывает. Поэтому мы сейчас, в принципе, всем ставим для того, чтобы уже не болеть головой. Ну да, правильно. Если такая ситуация, потому что я тоже думаю, что я сейчас, если открою сайт, я так-то не сильно часто кликаю, но если даже так произойдет, я не буду покупать, потому что, ну, лень. Слишком много вопросаний, да. Надо упрощать путь клиента к покупке. Есть ли отличия рекламы на Marketplace, ну, которые ведет на Marketplace, и, допустим, я не знаю, на другие сайты, на другой какой-то Instagram, либо еще что-то? Даже если там что-то продают. То есть мы берем рекламу, которая для продажи, но есть ли именно какие-то отличия существенные в настройке? Да, конечно, есть. Ну, если вот рассматривать как раз рекламу на непосредственно интернет-магазины какие-то на своей платформе, там, да, со своим урлом, да, который не на домене Wildberries находится, а там сами сделали интернет-магазин, сами там купили домен, сами сделали корзину, прикрутили эквайринг и так далее, там уже более сложные настройки, там ставится аналитика на сайт, и можно отслеживать, с какой рекламы там, сколько денег пришло, с какой рекламы, сколько человек добавило в корзину, то есть там уже более гибко работает, и есть больше инструментов для работы. С Wildberries этих инструментов нет, поэтому нужно, так как Wildberries не отдает аналитику в кабинету Facebook, мы просто можем вести, и все, вот просто на клике. Поэтому мы стараемся отслеживать, чтобы цена клика была желательно подешевле, первое, и второе, отслеживать частоту показов. Если у нас частота показов уже начинает приближаться к двум, это значит, что целевая аудитория уже скоро начнет смотреть по второму кругу нас, мы меняем макет. Это вот такая важная метрика, которая показывает, что пора менять рекламу. Есть еще некоторые такие косвенные показатели, которые можно отслеживать, там интересность рекламы, но ее тоже мы отслеживаем, но обычно если комментарии к рекламе ок, то и этот рейтинг будет ок, так скажем. Если там откровенный негатив, тогда да, он начнет снижаться. Я поняла. То есть как бы комментарии тоже отслеживаете. Но а почему? То есть не той аудитории показывается реклама, поэтому комментарии такие? Ну, конкретно с маркетплейсами я не скажу, что это как-то распространено, а на товарный бизнес очень редко негативные комментарии, но могут написать там, ой, у вас дорого, у конкурентов дешевле, но это нечасто. Вот когда там рекламируют личные блоги или что-то вот с человеческим лицом, вот там это, конечно, больше этого хейта, как-то сейчас модно говорить. Там за этим нужно следить больше и строже. Конкретно с маркетплейсами нет, это достаточно редко, но просто когда вы просматриваете свои оповещения, свою ленту, просто обращайте внимание, что пишут вам под рекламой, потому что у вас в оповещения все будет приходить. Ну да, как я вот увидела комментарии на свою же рекламу. Я сначала не поняла, к чему это, потом поняла. Хорошо, и давай как раз и посмотрим с тобой на реальном примере. То есть ты вот недавно, с января мы с тобой запускали рекламу на ремни мужские и на подтяжки. Вот перед тобой стоит задача, вот она стояла перед тобой. Как ты принимала решение о том, какой делать креатив, как запускать, что делать? Вот так вот вкратце расскажи на этом реальном примере, какие задачи перед тобой стояли в итоге и как ты их выполняла? Я обратила внимание, во-первых, на то, что если у нас есть ассортимент нашего товара, то его продавать легче. Ну, я думаю, ты это подтвердишь, да? То есть не один ремень, а хотя бы там три-четыре, да? И первое, на что я смотрю, да, не конкретно там в случае с тобой, а вообще, если приходит заказчик, которому нужно настроить рекламу на ватбрис, это несколько ли у него товаров или один. Если один, то, вероятнее всего, реклама не окупится, потому что человек зайдет, увидит один, ему не из чего будет выбрать, он уйдет. Так вот, если есть это многообразие, да, выбора, то такую рекламу я там беру и не опасаюсь, что будет негативный какой-то опыт. Дальше. Для того, чтобы настроить эффективную рекламу, ну, во-первых, это диплинг, как я говорила, во-вторых, это какой-то яркий макет. Я уже упоминала, что не обязательно должен быть дизайнерский, но обязательно должны быть какие-то яркие плашки с каким-то оффером. Но я сейчас все-таки склоняюсь к дизайнерским, потому что у нас и так очень мало инструментов для эффективной работы с ватбрис. Они не отдают нам аналитику, непонятно, откуда идут покупки, вообще идут они с рекламы или не идут. Поэтому мне кажется, все-таки чем будет ярче и чем информативнее будет макет, тем выше вероятность все-таки потребителя зацепить. Поэтому мы сейчас на макетах стараемся указывать разные цвета, если есть разные цвета, обязательно писать вот эти вот пузырики вайлдберис. Если это не пузырики вайлдберис, то это просто там плашка на половину баннера, на которой написано там «Сейчас на вайлдберис скидка или бесплатная доставка на вайлдберис», чтобы это прям бросалось в глаза. Если это какое-то многообразие товаров, вот у меня есть клиент «Канцелярские товары», у них очень много разных блокнотов. Мы делаем карусельку, где очень много этих разных блокнотов показываем. Это тоже плюс. Это тоже привлекает внимание, потому что человек любит выбирать. Вот, наверное, вот это в основном. Если есть видеоролики использования, например, у меня на рекламе были домики из картона для детей. Вот там хорошо как раз заходил ролик, где ребенок быстро на таймлайпсе собирает этот домик, потом там что-то пораскрашивала, потом с фонариком залез вовнутрь, ему выключили свет, и он светит этим фонариком, там звездочки на потолке. Ну, то есть прикольно вот что-то в использовании, ну, показано, как использовать товары, это тоже привлекает внимание. Да, я поняла. Ну, в любом случае, после того, как мы с тобой запустили рекламу, заказы пошли. Поэтому можно сказать, что хоть этот файл в Брисне дает статистику, но со своей стороны я могу дать статистику и сказать, что все нормально, все пошло. Но мы с тобой ее, в принципе, очень часто отслеживаем. Если что-то не так, то меняем. Да, да, да. То есть тут просто важно вовремя поменять и для того, чтобы она там не крутилась, как я говорила, зашкаливающей частотой или там безрезультатно, для того, чтобы сменить, понять, что ага, сработало или ага, не сработало. Ну, понятно. Но в любом случае не стоит, как и вообще ко всему, не относиться условно к таргету, как к волшебной таблетке, но при этом с другой стороны нужно относиться к этому, как к тому, что это помогает. Продажи идут, я могу это сама подтвердить, но не забывать о том, что если вы сами это делаете, вдруг решили сами, да, заниматься, то отслеживать моменты, а не просто запустить и сидеть, ждать, когда там будет сюрприз и начнутся резко продажи, потому что я прекрасно запустила там таргетированную рекламу. Да, конечно. Ко мне приходили клиенты, которые приходили вообще с нулевыми карточками товара, почти не упакованные, и в итоге она меня уговорила их взять, и получился негативный пользовательский опыт, потому что отзывов нет, и, естественно, они так и не появились, мы там две недели сотрудничали, но как бы результат такой, что результата нет. Понятно. Все рекомендации надо обязательно соблюдать. Да, всё. В принципе, я в большей степени разобралась, особенно вот про диплинк, мне очень понравилось. Я получила ответ на свой вопрос, которого у меня даже не было, можно сказать. Я в остальном тоже всё поняла, а, надеюсь, все, кто сейчас смотрит это видео, хотя бы получили ответы на свои вопросы. Если вопросы ещё будут, вы можете, я думаю, задать их тебе, да, смогут задать. Если нужны контакты Лены, пишите мне в Инстаграм, ссылка на мой Инстаграм будет в описании, пишите прям. Хочу контакты Елены, таргетолога, пожалуйста, мне срочно. Я обязательно поделюсь, никаких проблем, чтобы здесь не засорять вот в комментариях, да, чтобы у вас всех контакты. Спасибо тебе большое, мне было полезно. Я думаю, всем было полезно за, во-первых, рассказ, за обратную связь, ну и, конечно же, за работу. Спасибо тебе за приятные слова. Спасибо, пока-пока-пока. Всем успехов, пока-пока.